Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Эхо Москвы в Пскове» программа «Беседка» и я ее ведущая Дина Добрешута. Сегодня у нас в гостях арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте! Напомню нашим радиослушателям, вдруг кто-то выпал из культурной и театральной жизни, что за последний месяц в Псковском театре драмы произошло много разных событий, много больших премьер, прошел огромный во всех смыслах и по длительности, и по насыщенности Потапов фест. Труппа уже успела съездить на гастроли, относительно, конечно, на гастроли, на мероприятия, на театральный форум. В Ташкенте они показывали спектакль. И вот теперь буквально с колес, после этого всего, нас ждет 28-й Пушкинский театральный фестиваль. Буквально с колес туда театр вылетает. Это, насколько я помню, вторая часть. Да, совершенно точно. Вторая часть, потому что в этом году так получилось, что фестиваль разделился надвое, и начало его было в сентябре, а финал вот в эти морозные дни. Знаете, я сегодня как раз думала о том, что нам с погодой снова повезло, потому что в сентябре две уличные постановки были в каком-то морозе, но, тем не менее, запланированные показы и в Псковском Кремле, и на территории, получается, театра драмы. Вот они прошли, все состоялось. И вот сейчас нам опять холодно, благо мы не на улице. Но, тем не менее, крепимся, крепимся. Андрей, расскажите о том, какие премьеры ждут Псковичей вот в этой вот второй части, втором пуле Пушкинского театрального фестиваля. Кого вы ждали давно и кто у нас будет в новинку? Может быть, будут какие-то уже постоянные партнеры? Ну, тут сразу получается много вопросов. Фестиваль этот, ну, мини-фестиваль, мы так условно обозначили его для себя как концерт по заявкам, потому что это, в общем, действительно спектакли, которые так или иначе связаны с каким-то теплым приемом каких-то других спектаклей на предшествующих фестивалях. Ну, скажем, вот спектакль Кирилла Вытоптова «Слово о полку Игореве» был тепло очень принят на прошлом фестивале, и приезжает спектакль Кирилла Вытоптова «Барышня-крестьянка» по как раз повести Александра Сергеевича Пушкина. Или же Яна Тумина со сказкой о рыбаке и рыбке тоже там имела какие-то теплые очень приемы публики и псковских журналистов. Алексей Семенов вообще написал, что это один из лучших спектаклей, показанных за всю историю Псковского Пушкинского фестиваля. И вот приезжает спектакль Яны Туминой. «Мертвые души» из города Лиссосибирск. Там очень был теплый прием три года назад. И теперь вот вторая часть спектакля «Мертвые души», том 2-й. То есть здесь есть преемственность даже в вопросе Вертинского. То есть на прошлом фестивале спектакль Николая Сергеевича Мартона по песням Вертинского тоже вызвал такой очень благожелательный прием. И еще один спектакль, посвященный Вертинскому, мы решили привезти. То есть концепция фестиваля – это, в общем, мы идем навстречу пожеланиям народных масс. Такая встреча друзей, соратников тоже, которых уже здесь псковский зритель знает. И, наверное, вы ожидаете, что по-прежнему будет теплый прием. И как-то вот и по старой памяти, и по качеству постановок нет сомнений. Ну, сомнения есть всегда, и там качество – это тоже вещь такая относительная, что кому-то качество, другому безобразие, и наоборот бывает. Но в общем и целом я думаю, что такая достаточно добротная программа, и думаю, что она вызовет интерес и хороший прием. Если говорить о тех, кого у нас еще не было, хотя бы в виде постановок я себе специально выписала. Российский академический молодежный театр, театр недрамативной пластики. Вот это то, чего у нас еще не было, да? Ну, насколько я знаю, да, Рамт никогда не приезжал в Псков. Это один из главных театров России. И пусть и с маленьким спектаклем, со спектаклем камерным, я-то очень хотел, чтобы они приехали со всем своим пушкинским циклом, который они к юбилею поэта делали. Четыре повести Белкина там были сделаны. Но возникли сложности, не у нас, у них возникли сложности. И в конце концов они сказали, что готовы они привезти к нам только один спектакль. Ну, здорово, что приедет Рамт, театр Алексея Бородина. Театр очень прогрессивный, творчески состоятельный. Даже не знаю, что еще сказать. Ну, то есть можно какие-то эти превосходные степени еще придумать, какие-то, значит, превосходные степени к прилагательному хорошей. Но это действительно очень хороший театр и один из крупнейших федеральных театров страны. Что касается театра ненормативной пластики, ну, вот так называется авторский проект Романа Кагановича, молодого петербургского режиссера. Это спектакль «Интервью В», посвященный дневникам Вертинского. Спектакль, в котором не звучит ни одной песни Вертинского, а только его текст. Значит, он номинирован в этом году на «Золотую маску». Так что мы, в общем, не ошиблись с выбором. Это, получается, один из лучших спектаклей России прошедшего сезона. Насколько вот известно мне, некоторые пусковичи с нетерпением ждут еще одной премьеры, которую уже объявляли. Сережа очень тупой, ее уже заждались, уже собрали все анекдоты по России, которые связаны с премьерой этой постановки, с ее показом в других странах, в других регионах. Вот, наконец-то. Да, там была в Томске смешная история. Там губернатора зовут Сережева, они застеснялись. Да, 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 и как раз напротив его окон здание театра, на котором большой баннер красовался. Нет, у нас все проще с этим. И, как бы, совершенно бесстрашно, надеюсь, покажем 18-19-го премьеру этого спектакля. Насколько я помню, она переносилась... Она переносилась, потому что одна из исполнительниц заболела коронавирусом. Поэтому она и переносилась. Один раз, но и этого было достаточно для того, чтобы все поехало у нас с графиком. Вот. Тфу-тфу-тфу. Вроде все уже в состоянии такой частичной, но многообещающей готовности. Я не могу даже представить, как актеры успевают ко всему этому подготовиться, потому что так насыщенно, учитывая то, что в октябре сдвигался график из-за коронавируса, и премьера, и нагрузка совсем другая. Я не представляю, что сейчас в театре вообще происходит? Как вы справляетесь там все? Ну, нет, некоторым, конечно, артистам сложно, особо занятым. Вот. Каким-то артистам и не сложно, потому что при кажущейся большой занятости у них там выходит по 4-6 спектаклей в месяц все равно. Вот. Ну, конечно, не очень большая труппа, и, может быть, когда-нибудь нам удастся ее как-то увеличить. Пока что об этом речь не идет. Вот. Но справляемся. Справляемся вроде бы. Радуете псковских зрителей, продолжаете, это приятно. Ну, всегда радовать тоже не получается. Есть какие-то более удачные работы, менее удачные работы, но, по крайней мере, работаем. Ну, то есть, если как бы не работать, то не будет и удачи. Ну, тут еще есть разночтение, конечно, взглядов, от них тоже никуда не денешься. Да, совершенно точно, да. Хочется... Не, ну, если спектакль совсем никому не нравится, то тогда его надо снимать с репертуара срочно. А такое бывало вообще? Ну, изредка бывает и такое. На моей памяти было с одним спектаклем, который мне очень нравился, но я был единственный. Выдержать его мне не удалось. Знаете, я столько слышала критики о «Ревизоре». Вот честно, я до него так еще и не дошла. Я видела разное, но «Ревизора» так и не посмотрела. Но его все ругают. Ну, на мой вкус, все равно это как бы лучшее, что вот за время моей работы удалось нам сделать. Ну, кто там его ругает? Кто-то ругает, а кто-то там написал эссе всяческие прекрасные о нем, из московских критиков, например. Нет, это, по-моему, интересная очень работа. Ну, другое дело, что кто не видел, тот уже, собственно, и не увидит старой редакции, потому что сейчас будет вот 24-го числа премьера новая редакция с новым исполнителем роли Городничева. Угу. Вот. Ну, не знаю. Как часто старые, уже обкатанные, уже классические для театра постановки редактируют? Ну, как правило, с переменой актерского состава приходится это делать, потому что каждый ввод, особенно ввод на какую-то важную роль, крупную роль, он означает, ну, то, что должен приехать режиссер и как-то поработать с этим. Угу. Ещё о Пушкинском фестивале. Кроме показов… Ну, Ревизор, кстати говоря, у нас самый собирающий. Видимо, ещё не все видели, ходят и смотрят. А что же там такое? Ну, некоторые по нескольку раз ходят. Пытаясь разгадать, что же там хотел сказать режиссёр или просто нравится? Это там разгадывать-то, это не Патудань, правда. Это простой достаточно спектакль. Мне кажется, что Патудань вполне понятно. Ну, Ревизор ещё понятнее. Ладно, сейчас мы уйдём в анализ. Я всё-таки хочу вернуться к актуальной повестке. Пушкинский театральный фестиваль – это не только показы спектаклей. Это, как правило, ещё и лекции, это, как правило, выставка в галерее «Цех». Андрей, что будет в этом сезоне, в окончании сезона? Ну, одна из лекций, к сожалению, у нас, как мы сегодня узнали, отменяется, потому что заболел ковидом лектор Вадим Щербаков. Но будет у нас лекция Александра Вислова, прекрасного театроведа, преподавателя ГИТИСа из Москвы, который, собственно, расскажет о Пушкине как о театральном зрителе. Такой совершенно неожиданный, казалось бы, подход, потому что Пушкин действительно любил ходить в театр, и, значит, что он предпочитал, и какие этапы театрального зрительства у него были. Может быть, мы добавим ещё одну на этот уикенд лекцию, если получится, хотя времени осталось очень мало, и не факт, что какую-то мы серьёзную лекцию сможем за это время подготовить. А что касается выставки, то выставка будет Ксении Люстиковой. Это петербургская художница, автор афиши театральных плакатов. Мне почему-то сразу пришёл в аналогию Маяковский с его окнами роста. И сейчас я, пока говорил Маяковского, вспомнила Муху, которая тоже делала афиши. А вот это что? Нет, на Муху меньше похоже, на Маяковского больше. Там, несмотря на то, что она девушка, какой-то такой модерновой манерности, нет во всём этом. У неё строгие линии и отсутствие кокетства. Ох, хорошая формулировка. Отсутствие кокетства в девушке даже не знает, это добродетель или нет. Это как девушка сама решает для себя. Хорошее дополнение. Андрей, давайте слушателей, для тех, кто не в курсе, всё-таки по срокам обозначим. Сам фестиваль идёт с 14 по 19 декабря. Это всего вот одна неделя. Поэтому я там и не говорю про какие-то большое количество лекций. Тут, увы, мы всего их две планировали, субботу-воскресенье. Но вот, возможно, она будет одна. И, соответственно, выставка, насколько продлится? Чуть дольше, как обычно? Вот этого я точно не знаю, даже брать не буду. Но думаю, что дольше продлится. То есть откроется там во вторник, а провисит уж до Нового года точно. Будет возможность прийти и посмотреть. Замечательно. Давайте немножко сравним. Вот у нас, я не знаю, сколько раз произносила за год эту фразу, второй год у нас идёт пандемия. Если сравнить прошлый Пушкинский театральный фестиваль и вот этот, по составу, по вообще какому-то моральной готовности работать в этих условиях, которые легче не становятся, и привычными тоже, в общем-то. Андрей, как вы думаете, что удалось во второй коронавирусный Пушкинский театральный фестиваль, ну как минимум придумать, да? Сейчас мы пока не знаем, как всё пройдёт. Чем он отличается принципиально от прошлого? Что остаётся в сердце фестиваля всегда? Ну, собственно, в этом году мы этого и не скрывали, что главный акцент мы сделали на эти сайты-специфические постановки, которые были показаны под открытым небом. То есть это как раз изюминка вот этого фестиваля. Главное, что касается прошлого фестиваля, который был в прошлом году, по моему мнению, он был очень сильным. То есть я просто им очень доволен. Конечно, этот вот нынешний фестиваль, он по масштабу имён и качеству спектакля вряд ли его переплюнет. Вот. Но всё равно это достаточно интересные, добротные, серьёзные названия. И имена режиссёров уважаемые. Это вот и Кирилл Вытоптов, молодой, но хотя уже не очень молодой, московский режиссёр. Сейчас в БДТ вот он выпустил Пашкваркину спектакль смешной. Яна Марковна Тумина, ну уж точно ведущий сегодня постановщик в мире театра «Кукол» в России. Но и в драматическом театре она успешно работает. Вот. И Олег Липовецкий, который за то время, пока он ставил второй том «Мёртвых душ», в Лисосибирске стал худруком московского еврейского театра «Шалом». Ну и мы, значит, две наших премьеры покажем. Серёжа очень тупой, Дмитрия Дмитриевича Месхиева, для которого это фактически будет дебют в драматическом театре. И спектакль «Арата Абушахманова. Пленные духи», собственно, недавняя совсем наша премьера. Ну, в общем и целом, по-моему, совсем не стыдная история. Ну, не говоря уже про театр ненормативной пластики. Но я о нём уже упомянул. Да, да. Если всё-таки вот посмотреть вглубь, я очень хочу посмотреть вглубь и понять закономерность вот сердца, сердца Пушкинского театрального фестиваля. И вот какое оно? Ну, сердце... Не знаю, какое оно. Понимаете, ну, это как-то большая ответственность формулировать там про сердце. Это так или иначе какая-то история, связанная вот с тем, как в современном театре преломляется великая русская литература. И в зависимости от того, как это сердце, то благодарная, то, наверное, у него там какая-то тахикардия, то есть оно в каком-то ужасе, да, то оно совсем упало, увидев, что ничего не получается. Ну, конечно, это какой-то мы стараемся делать срез того, что выходит, да. Ну, то есть, наверное, это такая средняя кардиограмма по больнице. Ну, по крайней мере, мы стремимся к этому. Андрей, на Ваш взгляд, удается ли Псковскому театру драмы сохранять Пушкинский театральный фестиваль как некий культурный бренд региона? Ну, мы стараемся. Тут есть небольшая финансовая, конечно, проблема. Небольшая? Ну, да, связанная с небольшим бюджетом. Конечно, если бюджет фестиваля станет поболее, то тогда и бренд станет поярче. Но мы стараемся всё равно, и в тех условиях, которые есть у нас, ну, какой-то ерунды всё равно не привозить, а делать фестиваль, ну, может быть, не очень крупным по объёму, но достойным по контенту. Мне кажется, что сотрудничество с Александринским театром, наверное, как-то вот это вот небольшое финансирование компенсирует и несколько меняет картину. Видите, ну, тут эти вещи трудно смешать, потому что фестиваль формально-то вот делаем его вообще не мы, а театрально-концертная дирекция. Фестиваль – это региональное достояние, да? И если мы его и будем делать в дальнейшем, то только как подрядчик по заказу театральной концертной дирекции. Ну, и тут есть некоторая сложность, да, как мешать вот эти вот деньги области с федеральными деньгами Александринского театра. Поэтому это всё-таки фестиваль, который к Александринскому театру не имеет прямого отношения, он имеет отношение к Псковской области. Это то, что оставляет действительно Псковский театр Псковским театром в полной мере, по всех плюсах и минусах в том числе. Нет, ну театр тут, строго говоря, вообще ни при чём. То есть я с вами в данном случае разговариваю как наёмный персонал театральной концертной дирекции. Ну, то есть я иногда возвращаюсь в своё театральное кресло, да, но вот когда речь идёт о фестивале, я здесь просто нанитый ТКД казачок. Ладно, давайте от бюрократии, вот от этого всего всё-таки опять к искусству. Мне бы хотелось всё-таки немножко обернуться назад, вот прям хочется. Честно скажу, я отходила весь Потапов фест, отсмотрела всё, что было. У меня возникло много вопросов вообще к мирозданию, к людям, к тому, как это сделано было. Это было здорово. На мой взгляд, такого не делали у нас, ну, на моей памяти вообще не делали в таких масштабах. Организовано всё было довольно неплохо. Посмотреть было что и послушать было что. Когда будет некое повторение? Не знаю. Ну, по Потапову вряд ли будет какое-то повторение в ближайшее время. Ну, это понятно, эта история уже закрытая, в принципе. Мы не придумали пока следующую фигуру, по которой мы сделаем подобный фестиваль. Мы хотели посвятить одному французскому драматургу фестиваль, но там какие-то возникли проблемы в переговорах с ним, он приезжать не хочет, а если он приезжать не хочет, то как выражена мы будем фестиваль ему посвящать. Поэтому мы сейчас в разумиях. В поиске фигуры. В поиске фигуры, да. Нет, конечно, фестиваль того же Серёжи Потапова мог бы быть более каким-то ещё ярким, если бы это был не мини-фестиваль, потому что у него правда есть много каких-то удивительных спектаклей по всему миру, и один из самых сильных вообще поставлен в Эстонии «Оборотень». И это можно было бы как бы не пандемия привести, но тут мы даже художника спектакля «Зойкина квартира» чуть ли не через министра иностранных дел Лаврова, ну то есть там МИД два месяца нам помогал как-то снять, значит, запрет, чтобы он мог приехать. В итоге он приехал всего на неделю. Эрвин Эонапуа. Поэтому привезти спектакль из Эстонии в нынешних условиях не представляется возможно. Ну, показали, что смогли. Спасибо якутскому министерству, которое профинансировало приезд всех этих замечательных людей. Это, конечно, без их помощи было бы совершенно нереально. Хорошо бы, наверное, почаще привозить именно такие маленькие национальные театры и показывать псковскому зрителю, как это вообще может выглядеть. Ну, учитывая то, что мы сейчас вот работаем в рамках Ассоциации национальных театров, мы так или иначе будем этим заниматься. Это, конечно, была первая проба, и видно, с какой робостью зритель в общем шёл, да, потому что люди не хотят смотреть спектакли с переводом. Да, у некоторых барьер такой. Да, да, да. А, значит, этот всё-таки, когда национальные театры, то тут перевод, ну, он обязателен. Ну, там есть, конечно, какие-то театры, которые перешли на русский язык, потому что их языки утрачены. Ну, таких, слава Богу, минимум. Не буду называть национальность. Есть один национальный театр, где языком практически не пользуются уже, но они по-прежнему играют на языке. Они на бумажке русскими буквами записывают и выучивают бедные. Никто из них толком этим языком не владеет. Ну, а зритель тоже бедные читают субтитры. Ну, то есть, чисто ритуальное такое, игра на языке, которым уже никто не пользуется. Но, тем не менее, всё-таки в копилку, в копилку сохранение культурного наследия. Ну, да, но это уже какое-то вот именно сохранение мёртвого какого-то зуба, да. Вот. Но будем стараться. Ну, по крайней мере, программа работы с национальными режиссёрами у нас продолжается, и мы надеемся, что она как-то нас вынесет и к дальнейшим каким-то гастрольным контактом. Потому что у нас вот и ещё режиссёр из Башкортостана приедет Антон Фёдоров, который сейчас, на мой вкус, один из самых сильных молодых режиссёров страны. У него совершенно потрясающие Петровы в гриппе в гугл-центре. Да простит меня, Кирилл Семёнович, но мне они нравятся больше, чем фильм. Вот. И Буковский, вот сейчас он там же выпустил замечательный совершенно спектакль. А Антон сам по национальности Чуваш, но при этом из Башкортостана. Он будет делать у нас Морфий Булгакова. Булгаков, снова Булгаков. Да. А, значит, детский спектакль будет ставить Алмаз Садриев из Татарстана. А в начале следующего сезона у нас Пигмалион, шоу в постановке режиссёра из Удмуртии, заслуженного деятеля искусства Удмуртской республики Дамира Салимзянова. Будет на что посмотреть, действительно. Ну, надеюсь. Ну, Дамир-то, он один из самых таких вот кассовых режиссёров страны. То есть, он один из немногих, кто умеет ставить комедии и любит это делать. А у нас что, обычно комедии уже не ставят современные драматурги? Ну, практически, как бы, режиссёров, которые умеют ставить комедии и любят это делать, нет. Ну, их всегда очень мало. Но их действительно как-то, правда, есть какая-то группа бракоделов, которые, значит, ездят и за деньги валяют одно и то же. А вот так, чтобы это вдохновенно и так театрально вкусно бы делалось, таких очень немного. И вот Дамир один из них. До конца этого года, после Пушкинского театрального фестиваля, будет ещё что-то яркое, премьерное? Слон и птичка. Ну, собственно, они уже вот на низком старте оба. То есть, в воскресенье 12 числа в 17.00 у нас премьера спектакля нашего штатного режиссёра Толи Кузьмина «Слон и птичка» по сказке Анастасии Мамот. Оно тоже раздвигалось, и вот, наконец, оно пришло. Анатолий Кузьмин очень талантливый детский режиссёр. И судя вот по тому материалу, который я видел, там получается упоительный детский спектакль для младшего школьного возраста. Ну, то есть где-то там примерно от 6 до 12, если широко так посмотреть. Вот. Про депрессивного слона и живущего в зоопарке, и птичку, которая помогает ему, значит, ощутить вкус жизни. Вот. И это к тому же играют наши прекрасные Георгий Болонев и Линда Ахмедзянова, перешедшие к нам из театра «Красный факел» и супруги по жизни. И вот как-то они свой семейный тоже опыт вложили в эту историю про слон и птичку. Поэтому с такой прям тяжёлой артиллерией актёрской выпускаем детский утренник. Приходите. Вот как раз-таки я хотела ещё про детскую программу буквально вот спросить. У нас осталось всего несколько минут. Я заметила, что последние годы псковские театр-драмы довольно много занимаются детскими спектаклями, появляется довольно много новинок. Почему такой интерес? Мне, ну, немного, совсем немного. Мне кажется, что больше, чем раньше, как минимум. Ну, это, знаете, это уже, да тоже, знаете, не меньше. Там Женя Львова всё выпускала, какие-то спектакли. Тут нам больше ещё надо этих спектаклей делать. У нас возник некий такой акцент в сторону Бэби-театра, спектакли для самых маленьких. Но не вполне охвачены другие сегменты. Мы сейчас вот, когда встанем на все четыре, а то и шесть ног, мы подтянем эту вещь, потому что, ну, конечно, должно быть много детских спектаклей в репертуаре драматического серьёзного театра. Андрей, тогда я пожелаю вам удачи в этом нелёгком деле и желаю, чтобы Пушкинский фестиваль прошёл хорошо, ярко, без срывов, чтобы всё получилось. А зрители будут приходить и радоваться. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях был арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин. Андрей, спасибо за разговор. На этом я, Дина Добрешут, и прощаюсь с вами. Это была программа «Беседка». Всего доброго! Как она яростная!